все есть ну и здесь нарисую значит получается вот точки так что вы отличались делать черный цвет вот . по центру вот так в бок под ягодицей по центру вот эти вот места так ставим скобу как бы несколько раз да крестец кости будем зеленым рисовать и пошла тазовая кость вверху так акримиальный отросток и соответственно вот лопатка получается . здесь 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 уголок лопатки середина верхней трапеции здесь соответственно большая ягодичная мышца грушевидная мышца средняя ягодичная мышца малая ягодичная мышца вот так они верно растут как бы от бедра до под бедром под седачной костью здесь 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 но снаружи я не знаю как нарисовать почему так еще раз повторяюсь если там болит только в одной месте то не надо все точки сжать да просто время потеряем так протестировали и под большим пальцем получается вот тут под мизинцем тоже в принципе если тут с другой стороны идет он идет к мизинцу то есть вы тоже здесь невольно да да пальчик хрустнул так у нас остался опрос клиента то есть ну во первых мы продавливаем да и спрашиваем как больно не больно там да спрашиваем да и заодно вот допустим если после прошлого раза пришел не в первый раз да то спрашиваем как после прошлого сеанса что там стало легче хуже там что почувствовала вот здесь пояснички да почти сюда самое сложное место поэтому вот это раскачивание мы продолжаем равномерно она успокаивает подсознание мы как бы говорим подсознанию как малый помните и я вы с тобой одной крови вот а на самом деле побоюсь он как бы подсознание да во первых эффект идет из колыбели в мастер нас и кучу укачивает а то в детстве да во вторых поясница так расслабляется автоматически очень приятно да вот видишь говорим него больше приятных слов и так вы можете как самостоятельное упражнение использовать дома вот устала поясничка да муж жене или жена мужу так вот перед телевизор положили можно рукой может он ногой просто расшатывать и так минут 15-20 поясничку отпускает почему потому что прежде всего наши боли мышечные все идет из мышц а вот уже всякие там грыжи любого и так далее там идиопатические всякие состояния это уже второстепенно даже третьестепенно наверно вот проговорили она рассказала за это время что где там беспокоит да мы прощупали здесь здесь основной точки да и уже у нас есть понимание с чем мы будем работать дальше 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 начнется у нас с номер два один и там . растирания стране так с это номер 0 нанесение масса написал да давайте демонстрируем как у нас а как мы работаем соответственно пол зонам был вопрос да значит работаем по половинке начинаем с той стороны с противоположной работы да которая левая соответственно стоим справа поэтому справа нам надо руку локоть убрать вверх да просто то чтобы его лишний раз не задевали и сами себе не мешали тут руку распрямили можно чуть-чуть по-другому чтобы торопить растянулась можно принципе положить с этой стороны если человек лежит без дырки встали да то голову разворачивает ко мне потому что у нас сразу в работе включается и шея то есть от ягодиц до шеи то есть начинаем со спины это получается вот ягодицы до до основания черепа массаж спины у нас идет и тут вопрос ягодица это часть спины или продолжение ноги как вы думаете я думаю отдельную часть филейная вообще она и к тому другому принадлежит то есть мы когда мы массируем только ноги если что-то указывает только ноги да то ягодица обязательно входит и только спину значит ягодица обязательно входят и в спину тоже это очень важно так скажем орган то есть ягодица и бедра у нас считаются нижним сердцем дело в том что кровь гонит сердце человека до 60 долларов в секунду в минуту до или там 90 ударов до каждого кончика пальца 90 раз дошла кровь свежая а отсюда она поднимается очень долго сгущенная с холестерином венозная кровь да она течет дольше и соответственно вот во первых пятки положили повыше даже помогала ей течь повторяю все наши движения будут снизу от периферии к центру центру к сердцу имеется ввиду вот есть разные школы массажа условно их три основной группы да в европе все финские массаж делают они почему-то начинают до справа не руки спать спать и правой руки ну я не знаю какая-то своя логика видимо все восточную школу там китайская тибетская тайская они и вьетнамская они все начинают с кончиков пальцев идут вверх до до головы до ушей до макушки у нас же основа на русской классической школе которую я считаю наиболее правильно описывает движение крови и лимфы в организме до соответственно лимфа и венозная кровь поднимается от кончиков пальцев вверх если села сердце качает кровь да то лимфу в теле человека качает только массажист и это части правда да да смеется сейчас осветили мы покачаем поэтому смотрите зона у нас получается первая зона вторая зона 3 зона пояснице до 4 зона ягодица 5 зона будет бедро 6 это болезнь и кроножная мышца 7 стопа и 8 пальцы то есть зона у нас тут обратно последоваться от сердца но во всех зонах движения нас идут в сторону сердца все движения вот туда мы будем делать то же самое касается и руки первая зона плечо лопаточная 2 зона по самому плечу 4 3 4 5 6 пальчики движение от периферии в сторону сердца и голова соответственно шейно-воротниковая зона 1 2 ухо 3 получается ну вообще в зону у нас ходят еще и лопатки не как обычно у нас именно от лопаток на что-то еще идут ременные мышцы вот отсюда 6 5 позвонка и крепится к черепу на глубокие вот то есть начинаем от лопатки опять получается первая зона вторая зона третья зона волосяная часть и четвертая зона это пушек на ушах тоже из точки потом покажу соответственно все движения идут в обратную сторону вот туда периферии и к сердце вот но и соответственно как мы наносим масло я уже говорил да во первых лишнего миллион разогреваем в руках на человека ничем не капаем разогрели наносить поскольку мы работаем локтями то обязательно еще дополнительно наносим на локти если вы чувствуете вот ей много масла не надо это просто видно по коже да а вот если там человек например полосатый пришел как медведь на плечах такие волосы по 12 сантиметров какие-то косматые люди то про запас можно оставить масло например на тыльной стороне лагоне мы же работаем только вот этой части получается когда пришло время что где-то масла не хватило там даже по нему здесь то раз сняли его и проработали еще вот ловить такой лайфхак олекова гудли вам еще не такой расскажет особенно покажет особенно продемонстрируем все на практике отработаем если вы будете здесь а не только будет смотреть нас по видео нам стоит дорогие друзья алеку длин с вами